Глава 5 Как сказали, она достаточно простенькая Относительно простенькая Разделена на две части Первая часть это процесс труда Итак, начинается она с того Что в плане процесса труда Можно дать следующее простое определение Что такое труд Это потребление рабочей силы Это не полностью исчерпывающее определение Это определение к этой главе Которая поясняет, что такое процесс труда Это потребление рабочей силы Маркс опять же в этой главе Прежде всего рассматривает Труд производительный Тот, который на производство Материальных ценностей Не потому, что он не готов рассматривать все остальное но он рассматривает это как самый простой пример, потому что даже в этом примере очень много сложностей. И опять же, мы берем только производительный труд, мы не берем труд, допустим, транспортный. Берем это только для примера, для того, чтобы было проще, понятнее разбирать. Чтобы не убегать в дебри, в дебри будет потом. Для этого есть еще два тома впереди. Итак, когда мы определили, что труд – это потребление рабочей силы, возникает вопрос, для чего потребляется рабочая сила. Рабочая сила и процесс производства, он относится прежде всего к тому, что мы берем что-то из природы, переделываем, потом еще переделываем, переделываем несколько раз, и потом уже в качестве товара поставляем на рынок или употребляем в качестве продукта. Соответственно, что мы тут видим? Первое – это способы производства, то есть как эти ресурсы добавляются, с какой скоростью, с какой техникой. Это приводит нас к тому, что есть разные информации, которые как раз и говорят, что наш способ производства более быстрый, более медленный. Соответственно, если у нас капитализован, то у нас более быстрый способ производства, употребления этих природных ресурсов и переработка, если у нас феодализм, он, естественно, чуть медленнее. Раз уж мы заговорили о производстве, возвращаемся к первой главе и вспоминаем, что во время производства продукты производства, в том числе идут и на само производство, на поддержание процесса производства. Это так называемые средства труда, то есть те продукты, которые используются для производства товаров. Это и есть у нас средства труда. У Маркса звучит короткое определение, что это комплекс вещей, которые стоят между человеком и непосредственным предметом труда. То есть, если мы, не знаю, банальный горшок лепим, между нами и горшком, чтобы он слепился, должна быть гончарный круг. Вот это средство производства. Если мы шьем ниткой, что-нибудь зашиваем, шьем тот же пиджак, соответственно, игла – это у нас средство производства. Пиджак, который мы продадим, это продукты производства. Тут же очень важный момент – это средства труда. О чем они говорят, да, в принципе? Вот, я думаю, все знают, в истории был каменный век, бронзовый век, железный век. Почему они так называются? Потому что основным средством труда, соответственно, в одном был камень. Он был самым технологичным, самым важным, востребованным веществом, которое использовалось как раз для, как средство производства, для производства продуктов. Соответственно, если надо было произвести шашлык древнему человеку, ему нужно было средство производства каменное. Соответственно, каменным топором разорбал тушу, делал из нее шашлык. Бронзовый, соответственно, когда производство перешло уже на бронзу, и главным инструментом для обработки продуктов и получения продуктов, товаров, была бронза. Потом железо, сейчас скорее, думаю, это какие-то поликарбонаты, полимерные вещества. Железо постепенно у нас выходит из обращения. Если у нас есть средства производства, которыми мы что-то обрабатываем, соответственно, у нас есть и сырой материал, который мы обрабатываем и получаем какой-то конкретный продукт. Сырой материал, это не обязательно совсем сырое. Допустим, обычное зерно, которое мы берем, обрабатываем, делаем из него пиво. Сырой материал может быть что угодно. У Маркса можно подчеркнуть такой же хороший, прекрасный пример. Если мы делаем пиджаки, шьем, то для нас сырым материалом является ткань. Ткань, нитки. А средства производства, это, соответственно, лишь швейная машинка, если у нас что-то быстро идет, если мы вручную собираем, то, соответственно, иголка. Но ткань не совсем сырой материал. Мы должны понимать, что перед этим ткань эту кто-то сделал. То есть была шерсть, из шерсти сприлили нитки, из ниток сделали ткань. Шерсть тоже, она на деревьях не растет, она берется с овец. Овцы, в данном случае, кстати, овцы, это у нас тоже средство производства. То есть, грубо говоря, мы с нее стрижем шерсть, и она нам нужна как носитель и производитель шерсти. А берется она из сырого материала, в данном случае это земля, это трава, которая растет на земле. Сколько овцы травы съели, столько они сделали шерсти. Соответственно, овца у нас средство производства. Шерсть у нас продукт производства, который будет сырым материалом для ткани. И, соответственно, трава, это у нас сырой материал для употребления овцами. С другой стороны, если мы этих овец заготавливаем на мясо, то у нас овца становится продуктовым. То есть, это будет сырой материал, который мы обработали, и который пойдет уже в качестве товара. Тут же можно очень такую мысль интересную, я специально выписал, озвучить ее обязательно. Что машины, которые, если мы используем какой-то механический труд для обработки, швейная машинка, которая шьет ткань, или такой, не знаю, супер-пупер 3D швейный аппарат, который с мозгами, с электронной программой, вот я ее туда загрузил в нитки программы, он тебе шьет разноцветный свитер с каким-нибудь красивым рисунком. Такие машинки есть. Вот пока они есть у нас, мы на них что-то делаем, это хорошо. А когда она стоит в магазине, соответственно, ей никто не пользуется, и не собираются пользуются, потому что цена вот такой машинки бешеная, соответственно, она не участвует в производстве, и она бесполезна. Почему она бесполезна? Потому что если ее вовремя не вести в эксплуатацию, она, во-первых, устареет, выйдут новые машинки, более быстрые, более актуальные. Во-вторых, материал, из которого она сделается, он портится. Я к чему все это веду? К более глубокой мысли. Вот у нас постоянно сейчас по телевизору говорят, у нас роботы тут, роботы там. Но пока эти роботы, как бы их много не было, не участвуют в производстве, они бесполезны. Они бесполезны, потому что ничего не делают, во-первых, а во-вторых, они устаревают, разрушаются, то есть даже потенциально их нельзя для этого будет использовать. Но тут, Александр, можно с тобой поспорить. Дело в том, что ты имеешь в виду роботы, те, которые похожи бы на человека, ведь робот-то может быть... Робот-то машина для производства. Да. Если он не для производства, любую машину можно роботом назвать. Ну, можно, но вопрос, зачем нам робот, который ничего не делает? Нет, это другой вопрос. А есть, которые делают, которые участвуют в производстве робот? Вот в чем вопрос. Состоит. Ну, давайте это на дискуссию ставим. Да, я сейчас как раз быстро эту часть закончу. Какой-то мере можно, конечно. Да, давайте это ставим на дискуссию. Я сейчас быстренько закончу. У меня уже чуть-чуть совсем осталось. Я постараюсь сегодня кратненько, минут на 40. Итак, мы разобрали вот эту цепочку длинную, да, когда у нас с одной стороны есть овца, которая дает шерсть, которая является сырым материалом для ткани, ткань для пиджака. Пиджак, опять же, может быть для продажи, а может быть для производства. То есть мы в этих пиджаках используем, выдаем, допустим, рабочим на предприятии, чтобы они в этих пиджаках, там, особо фирменный пиджак, не знаю, на котором там, светоотражающие полосы. Робо, спецовка, называйте, как хотите. Соответственно, это, опять же, это не того вар, это сырое средство, которое будет пущено потом дальше. Что из этой цепочки мы видим? Вот смотрите, у нас была овца, которая дала нам шерсть, а из шерсти мы получили ткань. Из ткани пиджак. Процесс длинный, может быть бесконечный. Что все эти процессы связывают? Все эти процессы связывают труд. Чтобы из овцы сделать шерсть, надо приложить труд. Чтобы из шерсти делать ткань, тоже труд. Соответственно, тут тоже везде труд. И Маркс делит, поэтому, весь труд ножевой и мертвый. Если мы делаем из ткани пиджак, вот наш труд конкретный, который мы сейчас изготовляем, он живой, потому что он наш. Мертвый труд – это тот, который был до этого. То есть мы его не видели, мы его не участвовали, мы делаем прямо из ткани, соответственно, мы в процессе не участвуем. Он называется мертвый труд. У нас получается, что то, что то труд, но один мертвый, второй живой. И потому что, конечно, живая и мертвая вода – это просто более удобный термин для русского языка. Что мы получаем? Если упростить вообще весь цикл производства, у нас есть в производстве рабочий, который живой труд. Он обрабатывает сырые материалы или средства производства. То есть то, что сделали за него другие люди. То есть это мертвый труд. Плюс мертвый труд, или он же у нас средства производства. Плюс, как она правильно называлась, извиняюсь, из башки вылетела. Это сырой материал. Плюс сырой материал. В этой схеме, так как мы говорим прежде всего про капитал, капиталистическое производство, в этой схеме у нас затерялся еще капиталист. Что делает капиталист для производства товаров? Капиталист. Он покупает рабочую силу. Рабочую силу. Плюс средства производства, то есть это мертвый труд, который представляет из себя средства производства. Средства производства. В том числе и, соответственно, материалы, которые используются для производства. Потому что это тоже средства для производства конкретного. И на выходе он получает у нас товар. Капиталист, имея средства производства, нанимает рабочую силу и получает товар. Зачем он это делает? Чтобы получить больше денег. Получить прибыль. То есть товар итоговый должен стоить больше, чем обошлась рабочая сила и средства производства. То есть мертвый труд предприятия ценников, которые участвовали в этой цепочке. Так как эти средства производства и материалы у нас предоставляют данному капиталисту, кто ему его продает, другой капиталист, то мы приходим к глупой бесконечности. Да, если капиталист будет наживаться за счет этого капиталиста, это капиталист на счет другого. Получается замкнутый цикл. Да, да. Каждый из них накидывает своих 10%. В итоге деньги у нас каждый раз обесцениваются на 10%. Соответственно, с этой стороны прибыль получить нельзя. То есть это составляя на товаре, она заложена. И она никуда не денется. Здесь заложен старый труд, затраченный до этого мертвый труд, да, и прибыль предсуществующего капиталиста. Соответственно, делает Маркс вывод. Единственная вещь, откуда можно получить прибыль, это из рабочей силы. Там достаточно детально расписано. Мы сейчас углубляться не будем. Суть в том, что капиталист просто не доплачивает рабочим полную их стоимость труда, которых они потратили. И на разнице между зарплатой рабочим и на разнице, заложенной в товар, он получает прибыль. Тут же можно сказать сразу же... Нет, наверное, давайте там следующую часть сразу ставим. Чуть-чуть отложим. Задаведим более другой простой вопрос, да. Собственно, если у нас здесь труд, и здесь труд, это труд, это труд одних денег и тех же рабочих. Вопрос, зачем нам капиталист? Что он делает? Он просто наживается на товар, осваивает себе прибавочную стоимость. Сам капиталист ничего не делает. В производстве у нас участвует живой труд, который сейчас мы конкретно трудимся, и мертвый труд. Нам, допустим, для производства надо иметь город, большое здание, порт, все что угодно. Порт для нас построили наши предки, деды, прадеды, прадеды уже у некоторых. Они уже давно умерли, но результаты их труда остались. То есть труд их, хоть и мертвый, но он еще присутствует. Он присутствует, допустим, в земле. Поля обработаны, каналы пролежиты, речки углублены, это все их труд. То есть это труд конкретных рабочих. Мы к нему присоединяем наш труд, получаем какие-то товары. Вопрос, зачем здесь капиталисты? На этом первую половину главы заканчиваем. Процесс труда. Переходим ко второму. Вторая глава у нас, точнее, вторая часть этой главы у нас называется как раз процесс увеличения стоимости. За счет чего увеличивается стоимость в данном случае. Процесс увеличения стоимости. Итак, мы выяснили, что с одной стороны у нас есть мертвый труд, который был создан до этого, и есть живой, который мы делаем сейчас. Это объективная реальность. Не мы ее выдумали, она существует. Если нам надо что-то производить в помещении, это помещение уже построено, нет смысла строить его задом. Мы можем использовать старый мертвый труд своих предков. Это касается не только вещей. Маркс рассматривает это по той простой причине, как он говорит много-много раз в протяжении всей книжки, для упрощения и понимания схемы, чтобы не уходить в дебри и куда-то еще. В принципе, он там оговаривается и говорит, что да, в том числе у нас есть накопленные знания. Накопленные знания, которые нам, направлены нашими предками, в виде мертвых знаний, они переходят на, мы их используем, нам не надо каждый раз заново заплетать колесо. Про это Маркс тоже упоминает, но в данной главе он это не рассматривает, так как мы иначе погрязнем настолько в большом количестве материала, что утонем и будем здесь сидеть до ночи. Итак, если у нас есть мертвый и живой труд, мы сразу приходим к тому, что уже было в предыдущих главах оговорено, что есть некий средний труд. То есть у нас труд не конкретного человечка, а целая производительность всего общества. И соответственно, чем у нас производительность труда выше, и тем у нас, как правило, общественная информация выше. Это было в предыдущих главах, мы это опустили. Давайте дальше. Средний труд у нас зависит от уровня производства. Если мы работаем на пиджак, шьем иголкой, у нас производительность низкая. Если мы всех садим на машинку, производительность высокая. Поэтому в процессе увеличения стоимости, кроме среднего и показателя труда, есть еще такой показатель, как уровень производства. Или технический прогресс назвать, как хотите. Дальше будут эти термины. Я почему говорю, они дальше будут раскрываться более подробно. Они нам еще понадобятся. Следующий вопрос. Если у нас есть какой-то средний показатель труда и уровень производства, мы приходим к тому, что вообще сам процесс производства мы можем выразить во времени, то есть в часах. То есть сколько у нас часов уходит на тот или иной труд. Или уже сколько мы должны потратить на производство. Или же сколько мы должны часов отработать, чтобы получить нашу зарплату. недавно подвешивали в группе французский фильм. Там как раз показывается, что французские капиталисты, точнее это немецкие производители, которые поставили завод во Франции. Во Франции законодательно рабочая неделя 35 часов. Рабочие добровольно согласились работать 40 часов в неделю без дополнительной оплаты. То есть они больше часов стали вкладывать в производство, но получать тот же самый уровень зарплаты. Соответственно, у производителя было больше прибыли. Этот момент актуален до сих пор и даже в Европе. Поэтому все эти показатели, это все очень важные показатели. Да, сразу же поэтому доходим, когда количество часов мы говорим, мы говорим о продолжительности рабочего дня или рабочей недели. Соответственно, если у нас 35-часовая неделя, 5 дней это 7 часов в день. Если 8-часовая рабочая неделя, то 40 часов. То есть продолжительность работы. Когда мы поговорили о том, что сколько-то час средний стоит, сколько тут работает, соответственно, мы приходим к такому показателю, как стоимость рабочей силы. А сколько у нас рабочая сила стоит? Вот если французские рабочие читали «Капитал Маркса», они бы знали, что их надули на ровном месте. Итак, мы определились с основными базовыми показателями, да, и мы приходим к тому моменту, что из всех этих показателей нам надо получить прибыль. То есть ради чего вообще наше производство в капитале в эллистическом обществе действует? Для того, чтобы получить прибыль. Соответственно, прибыль мы можем увеличить на любом из этих моментов, на любом из этих этапов. У нас прибыль будет расти. Мы из производителя труда увеличиваем или уровень производства, или часов заставляем работ, или мы меньше часов тратим на производство, или удлиняем рабочий день, то есть рабочие у нас больше работают, или мы им стоимость рабочей силы снижаем. Все это приводит к тому, что у нас повышается прибыль. И, соответственно, если мы это все посмотрим, так как у нас все это состоялось из живого-мертвого труда, то у нас простой опять же вывод, что прибыль берется капиталистам из живого труда, то есть из тех рабочих живых, которые на него работают. Отсюда и берется прибыль. Когда мы поговорили о том, что у нас есть прибыль на предприятие, есть стоимость рабочей силы, мы приходим к вопросу об оплате труда. то есть сколько нам надо платить рабочим за их рабочий день, чтобы и прибыль была, и рабочие у нас были. Что мы делаем? Мы продаем товары. Цену товара мы включаем, во-первых, оплату труда, во-вторых, прибыль. то есть цена товара у нас растет. За счет этого получается капиталист, как собственник средств производства и всего мертвого труда, который был заложен до этого, получает прибыль через продажу именно товара. То есть товар, прибыль получается у нас на уровне продажи товара. то есть когда товар у нас продают, у нас получается прибыль, то есть капиталист получает деньги. Чтобы он получать мог эти деньги, продавая товары, ему, соответственно, нужно чем-то владеть, то есть чтобы обосновать, почему он прибыль получает, а не те, кто на нее поработали. Поэтому у нас возникает опять же, возвращаясь к самым первым главам капитала, введению в том числе, мы приходим к вопросу о том, что для того, чтобы эту прибыль извлекать, должно быть право собственности иметься, право собственности на средства производства. Чтобы капиталист всегда сказал, что вот это мои средства производства, поэтому все, что на них сделано, присвоено мной. Вся прибавочная стоимость. То есть как раз право на средства производства закладывается вот в этой главе. Хотя оно было озвучено и до этого. И в конце всего этого можно сразу же маленький такой пасскриптум то сделать перед тем, как перейти к обсуждению, к дискуссии. Смотрите, что у нас делает капиталист? Он продает товары с наценкой, с наценкой, которая дает ему прибыль. Кто покупает товары, ну, грубо говоря, это все рабочие, которые работают на всех капиталистов, они покупают эти товары. То есть товары распределяются между рабочими и капиталистами. Количество рабочих у нас ограничено, и количество зарплаты у них тоже известное. А прибыль, соответственно, цена товаров у нас выше. Чтобы у нас не случился кризис и не случилась проблема перепроизводства, капитал узнает два выхода. Первый выход это все излишние товары, которые не смогут купить рабочие на их зарплату. Всю эту прибыль присвоить себе в виде товаров. Не денег, не капитала, не денежных знаков, а именно в виде товаров. Опять же, что две главы назад говорилось. Отчего у нас появляется у некоторых глупых капиталистов, которые, опять же, не читали Марс, появляется шубохранилище. 500 шуб как какой-нибудь Васильевой. Понятно, что 500 шуб ты никогда не износишь. Девать тебе их, собственно, некуда. С другой стороны, эти 500 шуб ты не можешь продать каким-нибудь рабочим, у них просто нет денег, потому что ты цену этих шуб задрал, сделал выше за счет того, чтобы получить прибыль. Соответственно, капитал вынужден постоянно расширяться и втягивать производство новых рабочих или выпускать новые рынки товаров, захватывать, то есть расширять производство. И так, и так. Соответственно, когда мы не расширяем производство, имеем замкнутый земной шар, где количество населения известно, соответственно, мы приходим к тому, что капитализм приходит к неизбежному кризису. Возвращаемся к предыдущему изучению, империализм как высшая стадия, вот как раз когда процесс глобализации закончился, у нас начинается кризис, с которого надо как-то выходить. Выходов есть несколько, допустим, некоторые экономисты любят говорить, что давайте мы сейчас всем кредитов дадим, на эти кредиты рабочие купят наши товары и они как бы нам будут должны деньги. Но опять же, как показал кризис 2008 года, вечно это тоже не работает, кризис все равно начинается. Так что, обратите внимание, всего пятая глава, а мы уже в капитале столько проблем озвучили, смотрели, что хватит на разбор только их на полгода еще вперед. На этом у меня все, и я предлагаю перейти к дискуссии. Давайте тогда, Алексей, сейчас камеру ну давайте, я думаю, соотношение оплаты труда и продолжительности сколько там времени трудится. Так вот, в настоящее время была опубликована информация, что нынешний уровень развития производства и состояния цен. Рабочий работает, чтобы оправдать стоимость своей рабочей силы и с того времени продолжительности рабочего дня менее двух часов. Все остальное время в течение рабочего дня он работает на капиталиста, на прибыль. Как правило, в среднем. Я бы, да, даже уточнил этот момент. Маркс это тоже рассматривает частично. В настоящее время у Маркса даже даже у Маркса оно приближалось на некоторых типах производства к двум часам. Он даже отдельный пример мне всегда нравится про иголки. Он рассматривает фабрику, изготовляющую иголки. Раньше фабрика там было 200, грубо говоря, мужчин сильных, физических, которые производили эти иголки, штамповали, трудились. Было сложное производство. Потом предшествовала модернизация, поставили новый конвейер, стало работать всего 6 женщин и производство там в несколько раз подскочило. Соответственно, ну, по сравнению с теми мужиками, там они, я думаю, вырабатывали свою зарплату, учитывая, что у женщин зарплата ниже, чем у мужчин, как правило. Что тогда было, что до сих пор, сейчас, да, с чем, допустим, в Америке даже... Много капиталистов. Да, в Америке с этим сейчас активно борются и там показывают, что женщина должна зарабатывать только как мужчина. Так вот, там, я думаю, они свою зарплату минут за 10 вырабатывали. Более того, у нас вот тут Андрей, по-моему, рассказывал на одном из занятий, он приводил пример, что на некоторых японских производствах рабочий свою зарплату за 10 минут рабочего времени в день выплачивает. Там где-то высоко автоматизированное производство. Да, чем выше автоматизация, тем выше. то есть, да, если мы считаем, что у нас есть уборщица, которая вручную там тряпкой и шваброй, да, она здесь на 8 часов отрабатывает полностью. А если у нас есть какой-нибудь там рабочий на заводе, тряпкой, то производительность рабочей силы труда такая, что многие очень, кстати, еще один очень хороший пример, недавно делали расчет по пищевой промышленности. Вот пищевая промышленность, то есть, выпуск всяких пельменей заморозок готовых, кондитерские цеха, конфетки, вот там самая высокая производительность труда у нас в стране. Она там замерена, все это есть. Самая высокая производительность, то есть, там на одного человека, который выпускает эти несчастные пельмени замороженные, там гигантское количество, и способ производства настолько развился, что продукция идет миллионами, а работает буквально один работяк. При этом, там самая низкая заработная плата. Там, во-первых, работает очень много нелегальных мигрантов трудовых, работают очень часто неофициально по серым зарплатам, при этом, там зарплата, соответственно, очень низкая производительность, самая высокая. Вот такая забавная статистика. То есть, прибыль максимальную можно получить одновременно и все пять пунктов ужав, и повысить нагрузку, и заставить по 12 часов работать людей, и недоплачивая им, и интенсивность труда увеличивать, и все, 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 что угодно, мы максимально нажимаем прибыль. Поэтому, сейчас, опять же, смотрим статистику, все наши холдинги агропромышленные, которые занимаются изготовлением продукции, в том числе, продуктов питания, это золотое дно, они там получают такие доходы, что даже нефтянка нервно курит в сторонке, естественно, по количеству затрат трудовых. Поэтому, как-то так. Еще какие вопросы? про роботов мысли какие есть? про роботов есть мысль. Ну, я не слушаю с тем, что роботы, которые сейчас, да, представляют, они бесполезны. Они полезны в качестве откатки новых технологий. Ну, это, сейчас уже применяют, ну, наполовину роботизированные боевые комплексы, тот же Уран, да, он наполовину роботизированный. Правильно, да, неудачный пример. Неудачный пример. Африканс сейчас разработан полностью роботизированный, но неудачно роботизированный. В принципе, да, если мы на этих роботах просто оттачиваем технологию, в принципе, это тот же самый мертвый труд, да, то есть мы делаем задел на то, чтобы наше дальнейшее производство было более эффективным, то есть производительность труда росла. В этом плане, если это станет именно мертвым трудом по разработке каких-то комплексов, да, я согласен, это будет очень полезно. Но, если это не отработка каких-то технологических решений и их не собираются ни в коем виде использовать для производства, их делают для попила денег, прежде всего, да, я скорее говорил на примере нашей страны, что у нас действительно очень много всяких новинок, инноваций, которые показывают каждый раз по телевизору радостно, говорят, у нас такой робот, у нас сякой робот, а выхлопа нигде нет. Вот у нас приходил один раз, несколько раз там приходил товарищ, один окружок, да, он в ДВФУ на робототехнике учится, и там же у них есть робот, который уже 10 лет ездит по олимпиадным заданиям по всему миру, они там даже чего-то на нем выигрывают на этом роботе, но за 10 лет этот подводный робот так и не был доведен ни до какого-либо рабочего проектирования. По факту это одна и та же машинка, которая на протяжении 10 лет студентами усовершенствуется, усовершенствуется, дорабатывается, дорабатывается, но в производство он не идет. Чтобы он стал полезным и превратился в мертвый труд, на котором будут потом пользоваться в дальнейшем, эти наработки должны вступить в силу. Можно другой пример привести, когда у нас есть такой мертвый труд, который не стал трудом, оказался бесполезным. Опять же, на занятиях мы озвучивали уже неоднократно, про эту систему все слышали. Вот была компьютеризированная система Глушко по автоматизации, по расчету плановой экономики СССР. Он про это книжку написал, он про это везде-везде рассказал. Вот наработки были, много вещей было, схема отработана, большое количество труда потрачено и он ни во что никуда не ушел. Он не используется ни сейчас, его никто не изучает. Есть такая статья очень интересная, что недавно было написано в марксизме и современности как раз Василия Михайловича Глушкова, когда он предлагал свой, в общем, фактически он предлагал не роботизировать, а автоматизировать. Автоматизировать, да, автоматизировать. Рекционирование экономики, то есть у него была готова техника, то есть в принципе готов был компьютер, который мог загрузить и эту проблему решать. Но когда он вынес это в ЦК и на политбюро, это еще при Хрущеве, значит, ребята, особенно Хрущев засомневался, сказал, что это слишком для нас будет это самое. Денег пожалели на автоматизацию. Дешевле и постаре. И, конечно же, планирование наше подкачало в результате отказа от компьютеризации этого процесса. Да, если не ошибаюсь, это Харьковский НИИ над этим работал или кто-то там Киевский, Киевский, Киевский НИИ, это кто сталкивался с этой, я не знаю, это у нас был центр Советского Союза, они до сих пор оттуда очень много компьютерчиков. там все прекрасно, но оно бесполезно, оно ушло никуда. Мы про Глушкова просто знаем, потому что он книжку написал. А, нет, а про него уже вот... Он сам себя прорекламировал, про это мы знаем. Просто у Семина как-то в передачу по-живому приходил другой научный деятель, он говорит, что вообще Глушков-то был не единственный, таких проектов было несколько, и разработок было несколько. Глушков вышел на ЦК, это перед бюро даже. Да, они ушли в никуда, то есть это бесполезная система, которая, во-первых, сейчас уже даже не актуальна ее поднимать. Может быть, конечно, ее там кто-нибудь изучал из наших противников, да, геополитических, которые могли секреты украсть и изучить. Может быть. Мы не знаем. Но для нас это бесполезно, то есть это вот как раз пример тех самых роботов, которые бесполезны. Вот какой-то подводный робот, который в ДВФу разрабатывается, участвует во всех олимпиадах, его по телевизору постоянно показывают, по федеральным каналам, по местным каналам. В ДВФу им там гордится этим роботом. Вот он плавает у них в бассейне, переигрывает. Да, вопрос, когда будет выход и будет ли он. Потому что, когда, мы помним, дата Новокурск, выяснилось, что надо было закупать два французских подводных аппарата. Наших нет. есть наработка. Десять лет работают. Сколько они еще будут работать, прежде чем эта машина заработает, когда этот труд станет каким-то производительным. Опять же, возвращаясь к первой части и к предыдущим Голгарам, что такое производительный труд и труд непроизводительный. который ничего и нашли. По французских аппаратам могу сказать, что у нас до гибели было спасательное судно, которое могло решить эти проблемы, но оно было продано за несколько лет до этого события грекам куда-то там. Их там три, насколько я помню, было на каждый флот или три или четыре. К тому моменту туда ни одного не осталось. За десять лет все три, по-моему, или четыре, я точно не помню, аппараты, они как раз к 2001 году они канули в небытие. То есть нужно создавать потребность есть в этих подводных аппаратах. Задач под них целая куча. Хоть вон у нас, опять же, на том же русском подводные огороды у нас выращивают там всяких трепангов. Ну, зачем туда водолазы лазят там из лодочки? Ну, запустит этот аппарат, он будет там плавать, собирать, когда надо урожай и кормить их, охранять. То есть вообще полностью автоматизированное производство. Только приезжай вовремя, там бензин, генератор подливай, больше ничего не надо. Но в работу оно не идет. Поэтому в этом плане оно мертво. Оно разрушается, забывается, перестает быть актуальным с новым уровнем производства. То есть оно бесполезно именно в том плане, что если оно не участвует в производстве, даже в виде наработок, которые пойдут. Если наработки пошли, да, полезно. Если не пошли, это бесполезно. Можно, конечно, утрировать, да, какой-нибудь старый подводный аппарат, да, который не действует. Вот как наши взяли и продали на металлолом. Металл тоже имеет ценность, это важный ресурс, он тоже полезен. Но делали-то его не для металла, правильно, то есть это продукт производства, который оказался бесполезен, невоспотребован. Какие еще вопросы, замечания? Давайте этому увлеклись. у меня есть еще один замечание по поводу, вы сказали, что у женщин зарплата ниже. Да. Ну, я просто говорил, что у женщин ниже, так, ну, в смысле, общая, за какое-то промышленное время зарплата ниже, ну, что там, за месяц, за год, а не за час работы, по крайней мере, сейчас? Это мы вот потом в будущее, когда углубимся, дальше в изучении это будет в том числе и в марте, да, сначала поэтому рабочие солидарности начали выдавливать из производства детей, потому что детский труд, за тот же труд платили гораздо меньше. Потом борьба пошла за то, чтобы женский труд приравнять к мужскому, да, то самое 8 марта знаменитое, которое мы до сих пор празднуем и которое до сих пор актуально, потому что женщины активно получают меньше. В Советском Союзе было очень много способов, с которыми с этим боролись. Пример из жизни, да, есть норматив на грузчика. Грузчик может быть и мужчина, и женщина. Вот норма погрузки для мужчины в суд... 20 килограмм выращивания, больше нельзя по закону. Это да, а там просто норма. Вот норма, сколько ты грузчик мужчина и грузчик женщина на одной той же зарплате, сколько ты должен перекидать. Вот мужчина должен перекидать 5 тонн за рабочую смену, а женщина за ту же зарплату должна была перекидать 3 тонны. Это норма до сих пор более-менее прописана до сих пор исследуется. Соответственно, если ты хочешь в день, допустим, перегружать 30 тонн, тебе надо что сделать? Или 10 женщин нанять, или 6 мужчин. Соответственно, а так как зарплата у тех и у тех одинаковая, соответственно, ты будешь на зарплату, на стоимость рабочей силы тратить почти в два раза больше. Кому это нафиг надо? Поэтому женщины такую работу стараются не брать. Не потому, что они менее производительны, а потому, что даже если взять какую-нибудь русскую бабу, которая коня на скаку остановит, и там у нас есть по 2 метра, которые могут и по 10 тонн в день перекидывать. Но придет проверка, посчитает норму выгрузки и тебя штрафуют за нарушение норм труда. Соответственно, вот на этом пытаются экономить. А в Советском Союзе как раз для того, чтобы выровнять положение мужчины и женщины, принимали такие формы. Потому что, понятно, женщина физически слабее мужчины. Более того, даже если она крупная, сильная баба, заходящая в горячую избу, она все-таки будущая мама или текущая мама, ей надо здоровье для детей сохранять хоть какое-то. Поэтому, опять же, ее эксплуатировать сверх меры нельзя. По той простой причине у нас будет проблема с последующими поколениями, дети будут рождаться больными, если вообще будут рождаться. Соответственно, разница, это как раз пытаются нивелировать то, что, казалось бы, за одну и ту же зарплату совершается разный труд. Вопрос, почему? У нас же коммунистическое общество. Казалось бы, коммунистическое общество. Вот женщины работают меньше, получается, за такой же труд, за меньший труд столько же, сколько мужчины. Нечестно, несправедливо. Вопрос, почему? Почему женщины на 5 лет до сих пор, слава Богу, не знаю, кому слава Путину, до сих пор до пенсии уходят на 5 лет раньше? Почему они на 5 лет вообще меньше работают? А если считать, что у них декретный отпуск, есть двое детей и по 3 года на каждое, вот 6 лет берем еще, к тому же. То есть, трудового стажа у них получается меньше.